1. Областное радио Сборная получилась у вас Вот вас пригласили Вот вас конкретно Вас позвали или вы сами сказали Я хочу, как это работает? Ну просто Пока Новосибирск Это команда, в которой Так скажем, собраны лучшие девушки Новосибирска Да вы просто в этой категории скажите Чем занимаетесь, чтобы в хорошей форме физической? Это же выносливость Как она тренируется? Дополнительно хожу в тренажерный зал Это же железо Или групповые какие-то аэробика попрыгать? Ну что-то более легкое, чем железо Потому что я вратарь, мне нельзя Слишком большие мышцы А вот это интересно А вот по поводу веса, это интересно Вот есть же некая планка, Сергей Выше которой не рекомендовано прыгать Ибо будет, я имею в виду с точки зрения килограммов Ибо будет непросто играть Есть какие-то требования? В данной ситуации каждый Сам для себя решает эти вопросы В общем-то у нас есть девушки Скажем так, немного с лишним весом Но это не мешает им играть? Это не мешает им играть абсолютно Поэтому тут это чисто индивидуально Чисто зависит от своих антропометрических данных От наследственности Движение, но вот идет Девяносто минут Девяносто минут? Вот то есть это в постоянном движении Ну, в концентрации Концентрация порой сложнее, чем движение Да-да-да-да Сохранять ее Ну, в принципе, футболистов профессиональных Порядок больше десяти километров за игру За игру, да Скажем так, профессиональные футболисты Мужчины В женском футболе, в общем-то, уже Чем больше уровень, чем выше уровень Тем, в общем-то Тем ближе к этим показаниям Тем ближе к этим Ну, надо как-то потом отдыхать и восстанавливаться Что делаем? Идем в баню, спим Уезжаем за грибами Что работает с точки зрения Оп! И обнулился И перезагрузился Вот что точно работает? Даша, пожалуйста? Можно сходить в баню, разгрузить мышцы Баня, хорошо Массаж Массаж Что еще работает? А как голову разгрузить? Ну, это фактически невозможно Так-то да Потому что, так же, как вся наша жизнь Все проблемы, которые у всех присутствуют Футболисты, они такие же люди, как и все Без исключения жители нашего города Поэтому могу сказать, что разгрузить голову Наверное, получается не у всех Да, бытовые проблемы Они в любом случае Затрагивают любого человека То есть, понятное дело Что у нас Просуженский футбол Это все-таки Немножко, так сказать Полупрофессиональный Потому что У людей Большинство там Работают Не так, как профессиональный футболист Который только играет в футбол Это история с 14-0 С командой Кристалл Сибирь Но, честно Вот, как правда Сами думаете Как так получилось Вот такой счет В чем залог успеха Был? Ну, они что, совсем бегать не могли, что ли? Ну, как 14-то? Тут несколько нюансов На мой взгляд Первый нюанс Это было достаточно Сложное погодное условие Было очень жарко И, в общем-то Когда мы забили А мы ходим в баню Поэтому Мы готовы Поэтому, когда мы забили Быстро несколько мячей Девушки, которые Напротив нас играли Сказали Ой, все И Они, как бы так Подняли голову Опустили, вернее Голову Подняли руки И, в общем-то Получилось так Что они Несколько были Выбиты из колеи В общем-то Они настраивались Достаточно серьезно Но они не ожидали Прямо скажем Думаю, что Да Думаю, что Они не ожидали Такого Результата И то, что У нас, в общем-то Хорошая команда Подбор Хороших игроков Вот Дима уже говорил О том, что Игроки сборной России Играли в Новосибирске В свое время Я имею ввиду Девчонки Ну, на данный момент У нас в команде Тоже есть несколько игроков Которые Молодежная сборная России Пробовались Смотрелись И, в общем-то На хорошем уровне Сталкиваетесь Со скептическим отношением К женскому футболу Со стороны Типа, где женщина А где футбол вообще Да Ну, как правило Сталкивались только В тех моментах Когда участвовали В мужских турнирах Как бы Ну, в остальном Всегда все тактично Ну, мне кажется Нет больше унижения Чем в мужской команде Проиграть девчонкам в футбол Играть будем в Томске скоро Как настрой? Боевой, конечно Там по поводу соперников Будем играть Кемеровский Кузбасс Шорт Да? Стоим И Барнаульский Алтай Кто из них Самый Неудобный Тяжелый Да Соперник Так, на скидочку Самый тяжелый соперник Для нас, скорее всего Будет Кузбасс Даже по той причине Что в основном В составе Кузбасса Выступают на данный момент Порядка пяти игроков Воспитанников Новосибирской Футбольной школы Вот И достаточно хорошего уровня подготовки Я против Ну, в данном случае Новосибирск, в общем-то Достаточно часто Выступает В качестве донора Для многих команд Это можно говорить И о Красноярске Который сейчас В высшей лиге играет И о том же Кузбассе В общем-то Уровень развития футбола В Новосибирске Достаточно высок Потому что Мы можем вспомнить И профессиональных футболистов Которые играли За Новосибирск И воспитанники Новосибирского футбола Я вот Дима уже Возвращаюсь Вика Хуторная Это девчонок И сестры Дуюн Как правильно? Диун Прошу прощения И в общем-то Тот же Володя Рыков Который играл Динамо Москва В Урале Сейчас в Рубине играет Наш мальчишка Новосибирский Поэтому Пацанов И воспитанников И девчонок Которые представляют Наш город На карте России Достаточно много Есть некая устоявшаяся традиция Вот за минуту До выхода на поле Вы что-то делаете В раздевалке Вот в этой Вы как-то Я не знаю Какая-то кричалка Какая-то мантра Настрой от Сергея Если это не секрет Конечно Что-то вот такое Подбадривающее Что-то есть Какой-то Устоявшийся Такой Просто садимся Там пару секунд В своих мыслях Хлопаем Помолчать Похлопать Да И на поле Ребята Есть у нас футбол Женский В Новосибирске В апреле появилась Женская команда Футбольного клуба Новосибирска Это здорово Девчонки Вам удачи В ближайших встречах Вы совсем скоро В Томске будете сражаться Мы вас искренне верим Радио 54 Первое Областное радио